Всем привет, друзья, с вами Андрей, это канал Футболта жизни, это продолжение нашей карьеры за канал. Сегодня у нас месяц декабрь третьего сезона, для него сколько у нас есть денег на самом деле. Если я сейчас переведу немножко из зарплат в трансферы, то ну примерно 30 миллионов есть у нас. Ребят, напишите в комментариях именно под этим видеороликом, вот он, вы сейчас на ваших экранах, два состава. Кстати, надо нам... Нет, все правильно, вот он первый наш состав, вот он наш второй состав. Напишите, какие здесь проблемные зоны, если смотреть по второму составу и по рейтингу, то это, скорее всего, левый защитник, два центральных, правый защитник. Так что напишите, какую позицию нам вообще стоит укрепить на самом-то деле, потому что, ну вот, позиция центрального защитника на самом деле не сильно-то уж и страдает, потому что там именно у нас Вова травму получил, поэтому Полина пришла к нам, вернулась из аренды. Вот, либо левого защитника, либо правого, хотя, может быть, вы хотите центрального какого-нибудь защитника поменять. Напишите об этом в комментариях, именно какую позицию укрепить, а дальше я там выберу, потому что именно по позиции игрока я сам, наверное, выберу, потому что у нас вот есть много, все позиции, мне кажется, у нас есть примерно, но вот на правого точно вот есть, так, на будущее, так сказать. Но именно укрепление мы бы искали, вот не рассказываю, поэтому что у него рейтинг ниже, чем даже у нас в команде, поэтому вот такие вот дела. Напишите именно под этим видеороликом, напоминаю, потому что со следующего у нас уже транссерное окно. Вот, сегодня у нас интересных, прям бы я бы сказал, даже четыре тут, наверное, матча. Это матч Арсенал, это матч с ПСЖ, это матч с Эвертоном, это матч с Челси. Будем мы отталкиваться от одного матча, от матча с ПСЖ, и дальше там уже выстроилась такая цепочка. Так, смотрите, играем вторым составом против Арсенала, первым против ПСЖ, вторым против Эвертона, первым против Астанвилла, вторым против Вестхама, первым против Челси. То есть, видите, мы уже на два таких серьезных соперника попадаем первым составом, так что это намного лучше. Вот, но надеюсь с Арсеналом, там, с Эвертоном у нас получится вторым составом обыграть, поэтому дальше уже будем смотреть. Сегодня матчей тоже много, 8 штук, так что тоже классно. Вот, на данный момент мы идем на третьей строчке, и вот как раз вот Челси надо нам обыгрывать, и будем мы тогда на первой строчке, так что вот это тоже хорошо, что мы к ним будем подходить первым составом. Итак, у нас выездной матч против Арсенала, играть сегодня будет у меня второй состав, вы видите его на своих экранах, я даже сейчас могу рейтинг быстренько посмотреть. Может быть у кого-то стал выше, может у кого-то стоит уже первый состав, поменять, либо кого-то убрать, да нет. Здесь, кстати, рейтинги все так же остаются, так что на сегодняшний выпуск мы никого не меняем, даже если кто-то через пару матчей поменяет рейтинг, только будем менять с следующего выпуска. Вот, туман на стадионе Эмирейтс, так, вот этим, да, вторым составом играем, главное, чтобы не припутать, поехали. Итак, замечательный стадион, мы сегодня в Лондоне, на Эмирейтс, действительно прям такой мощный туман. Болельщикам будет, наверное, даже тяжело соседние трибуны, вот именно, если на центральной сидеть, то напротив трибуны будет тяжело, мне кажется, увидеть, но вот так вот это выглядит на самом деле. Вроде как, благодаря свету, который установлен на стадионе, меня еще так показывают, надеюсь, будет все хорошо видно. Ну что же, Арсенал, Престон, АПЛ, поехали. Играем вторым составом, будем аккуратнее, потому что у Арсенала хороший состав на самом деле, вот. Есть Николай Апипе до сих пор, Абуми, Янг, увидел Эбентакура, Мельников, замечательный Вяткин с мячом. И забивает Мельников, это очередной его гол, 40-ая минута, ворота Арсенала еще в очень для нас, тем более важном матче, потому что мы играем вторым составом против серьезного такого соперника, и отлично, сейчас мы можем отрыв сделать до Арсенала, точнее от нас, на 9 очков. Ну классно, а в ближний угол еще так, очень хорошо, из-за защитника не видел удар Мельникова, 11-ый гол, 13 было у Кейна перед началом этого тура, так что Мельников очень близок к тому, чтобы догнать Кейна. Минимальная, друзья, победа над Арсеналом на выезде, тем более, благодаря голу Максима мы выигрываем. Вот, сейчас глянем, кто Голеву, ну и Вяткин лучший игрок, 9-3 у него оценка, Голевую отдал именно он, так что здесь без вопросов. Ну и вот, статистика по ударам. В створу мы, кстати, нанестили столько же, сколько Арсенал, но поточнее все-таки был именно Лондонский клуб. Вот так вот, а Челси обыграл Ньюкасл, во втором тайме два мяча забили им. А сколько может подлиться? Ну, это заслуга игроков, будем снова говорить. Будем про ПСЖ тоже немножко скажем. У меня все бьются до конца, все. Настрой точно, мне кажется, я повысил сейчас у всех там. Вот, просто он пускай тут может удвоить преимущество матча против клуба Арсенал, но мы выиграли, это главное, мне кажется. Так, это что такое? Это куда это все там подевались, я не понял. Так, ну давайте здесь тоже решим тогда. Здесь Кварцова будем тогда качать. Вот, Вингеров и Эксова. Пусть он до 70-го уж прокачивается в полузащитниках у нас. Что здесь? Лагунов. Давайте Лагунова, почему нет? Все равно, потом, если его рейтинг нам не понравится, мы его выгоним. Здесь что у нас? Здесь 78, здесь 60 новиков, но пойдет ему, кстати, новиков. Так что его лучше бы здесь бы покачал, и, наверное, все-таки Полину, потому что она младше и более перспективней. Но здесь, естественно, Кривокарченко до Вингерсана докачался до 86-го, прошу заметить. Вот, Ексов 69-й. Лагунов неплохо там качается. Вот, ну, у нас сейчас очень важная игра. Мы уже точно в плей-оффе Лиги Чемпионов. В первом же сезоне и в ЛЧ мы выходим. Это отлично. И теперь постараемся обыграть ПСЖ у себя дома, чтобы выйти из первой строчки. Головин у нас лучше бомбардир. Также Козлов шесть мячей, он на его счету. Вот, я так, вот, смотрите, ни у одного клуба нету двоих таких хороших нападающих. Только у нас. Это вообще замечательно. Посещаем пресс-конференцию. Так. Сироткин сейчас играет. Ничего личного. Вот так вот. Ничего не меняется, будем тоже говорить. Сможете снова одолеть. И у нас есть все, что нужно. Будем так отвечать. Домашняя, во-первых, игра. Мы впервые привозим на наш стадион такую классную команду. Была Барусия. Была Севилья. Аякс. Порто. Милан. Был у нас тоже. Но теперь вот ПСЖ. Классная тоже команда. Вот, вот, вот наш состав. У меня все готово. Домашний матч против ПСЖ. 4-1 мы обыграли на выезде ПСЖ. Поэтому посмотрим, как мы сегодня отыграем. Давайте пусть они в красный прям такой будут. Чтобы сразу выделяться. Ливень на стадионе. Поехали. Итак, разминаются наши игроки. 5 побед, друзья, из 5. На групповой стадии. Очень все классно. Не помню, как у нас вроде в Лиге Европы тоже мы все 6 матчей выиграли. Вот. С первой строчки вышли. Нам попал Севилья. Сразу серьезный такой, действительно, я думал, соперник. Ну, ладно. Престон против ПСЖ. Лига чемпионов. Посмотрим, как получится нам сыграть против них. Поехали. На Буренкова. И как мы сейчас это все разыграли. Вы просто посмотрите. Антон Миранчук на 6-й минуте забивает ворота ПСЖ. Вы просто издалека посмотрите на эту атаку. Так что у вас? Отличный гол. Прям очень хорошо здесь разыграли. Никакой тренд Александр Арнольд, который накрывал Миранчука, не смог помешать. И все. На 6-й минуте мы забиваем ворота ПСЖ. Я надеюсь, что если мы так будем играть, то у нас получится выиграть вообще Лигу чемпионов. Козлов. На Миранчука тот забивает дубль. 24-я минута. Это вроде два удара ворота ПСЖ и два гола. Вот Миранчука вообще нереальная карьера у него. И как сейчас это было? А, Зобнин забивает ПСЖ. Несколько матчей, но в прошлом выпуске вроде он забил Сити. А вот здесь Козлов как же шикарно отдал на Зобнина обратно. Хотя мог сейчас просто пробить, но он сыграл на команду Козлов. И отлично. Безобсайденно здесь все было. Очень классно. Здесь уже действительно Навас вышел больше на Козлова. Он вовремя отдал на Зобнина. И тот еще и левой ногой. Здесь Маркинис уже бы не успел бы никак. И Зобнин забивает свой первый гол, если я не ошибаюсь, в Лиге чемпионов. Нет, второй. Он все-таки, значит, получается, Порту вроде забивал. И Козлов. И Козлов еще забивает. 4-0. Рикошетом от Маркиниса. Я не знаю, на кого этот гол, конечно, сейчас запишу. Надо быстренько глянуть. Потому что для Козлова это будет важный. Очень гол, да. На Козлова записывают. Так что Козлов забивает седьмой гол. И Головин. Ну и Головин еще забивает. Это 5-0. Пассажир не пропускал от нас, даже когда мы играли на выезде, 5 мячей. 4-1 мы тогда выиграли. Ну а теперь и Головин забивает. Восьмой гол. Он должен сейчас, если Азар там не забьет Зарял в шестом туре, то Головин лучше бомбардиры на данный момент. Лига чемпионов уж точно у нас. Ну и Арнольд еще и хоть... Ой-ой-ой. Еще и Делла Фео 6-0. Отлично. Может мы сейчас на повторение рекорда пойдем? Сколько Локомотиву здесь забили, а? Очень хорошо сейчас Козлов еще и на Делла Фео отдал. И все. Забивает еще и Делла Фео. Ворота ПСЖ. 6-0 мы громим ПСЖ в группе. Все. 18 очков из 18 возможных. 6 побед из 6. Дважды обыграли ПСЖ. Причем забивали им в двух матчах 10 мячей. Вот. Пропустили всего 3, если я не ошибаюсь. От Лока, от Порта, от ПСЖ по одному мячу в каждом матче. Вот. Но 3 насухо отыграл Довгня. Это просто невероятно. Миранчук лучший игрок. 10-0 у него оценка. Все супер. Лока обыгрывает 2-1 Порта. И теперь надо смотреть, выходит ли Лока в Лигу Европы. Это тоже будет интересно. Почему Сироткин так и не вышло? Команда прежде всего. Миранчук стал героем. Выдающийся футбол демонстрирует. Заслуга игроков. Ну, действительно. Игроки прям очень хорошо выкладываются. Вот такие вот дела. Так. Давайте дойдем до матча с Эвертоном. Вот. Здесь уже произошло изменение в расписании. Значит, уже как-то жеребьевка Лиги Европы стала... О, Лиге Чемпионов и Лиги Европы, наверное, все-таки уже стало известно. Сейчас мы, значит, глянем. Вот. Так. Давайте почитаем. Изменение в расписании. Призов фонд нам добавили еще 27 миллионов. Вот. Так. Так. Я подумаю. Значит, Полина. Она должна выйти, потому что сейчас будем вторым составом тоже играть. Так. Ну что, сейчас мы перемещаемся в Лигу Чемпионов и глянем еще и Лигу Европы. Вот. Так. Нет, еще неизвестно, так сказать, жеребьевка. Но давайте все равно посмотрим, с кем мы можем сыграть. Мы с первой строчки вышли, это уже понятно. Мы не можем играть с Челси. Именно на стадии 1-8 Барса выходит с первой. А Ек идет в Лигу Европы, и ЦСКА вылетает. Здесь мы можем сыграть, кстати, с Баварией. Скорее всего, так и будет, друзья. Вот. Интер вышел с первой строчки. Брюги идет в Лигу Европы. Шахтер вообще 6 матчей всех своих проиграл. Вот. Мы. Лока все-таки все равно не смогли выйти, потому что сейчас... Ну да, здесь, наверное, и по матчам тоже смотрелось. Потому что если бы 2-0 бы Лока обыграли Порту у себя дома, тогда бы, да, может быть, бы и вышли. Но мы видим здесь Порту на один мяч буквально, который, наверное, и забил все и решил. Но мы выходим, у нас 18 очков, 28 забитых мячей за 6 туров. Это просто невероятный какой-то результат. За 4 примерно там за игру, там 4 с чем-то забивали мы. Можем встретиться с Монако. Вот здесь бы я бы согласился. Почему бы и нет? Снова бы поехать во Францию. Вот. ПСВ идет в Лигу Европы. Копенгаген вылетает. Байер. Ну, тоже интересная немецкая команда. Против них мы вроде как не встречались. Сити. С первой строчки Спартака вылетает. Все 6 матчей проиграл Севилья. Кстати, идет в Лигу Европы снова. Вот. Как и в прошлом сезоне. Боруссия. Вот здесь бы я бы не хотел, конечно, с Боруссией встречаться. Но все возможно. Зальцбург идет в Лигу Европы. Но Аякс вылетает. Шальки. Тоже интересная команда. Тоже можно было. Почему бы и нет? Это уровень, наверное, такой Лиги Европы. Прям. Наполи вылетает. Тут тоже обидно. Наверное, здесь все-таки по матчу уже смотрели. Наполи и Шальки. Противостояние. Динамаки вылетает вообще. Леон. Против Леона тоже можно было. Интересная команда. Но я бы хотел вот именно Монако. Леон. Что там еще? Шальки можно было. Байер. Почему бы и нет? Но не Баварию и не Боруссию, пожалуйста. Но не на стадии 1-8. Я надеюсь, что у нас все будет нормально. Так. Кстати, да. Надо Лигу Европы тоже. Всем же интересно, конечно. Потому что там вроде как... А там российских-то клубов больше нету в Лиге Европы. Но мы глянем. Валенсия Ферентина. Марсель Брага. Бенфика Лиль. Арсенал Рен. Кстати, или мы не тут? Не помним, кем мы вообще. Нет, не тут, извиняюсь. Вспомнил карьеру за игрока. Арсенал Рен. Лейпциг Олимпиакос. Бетис Спортинг. Милан Андерлехт. Ливерпуль. Все тоже 6 матчей они выиграли. Динамо Загреб. Эвертон Паук. Рома Генг. Франкфурт Азе. Вольфбург Вильериал. Ну что же, всем желаю удачи. Вот, ну что же. А у нас сейчас тоже еще, ну не будем уже, все, обратите на это внимание, насчет рейтингов. Домашняя у нас игра против Эвертона. Ну что же, пасмурно на стадионе на нашем домашнем. Поехали. Итак, мы на домашнем нашем стадионе. Игра против Эвертона. Мы встречались с ними в последний раз, если я не ошибаюсь, это в финале Кубка Англии прошлого сезона. Когда мы их обыграли. Да и в лиге в прошлом сезоне мы их тоже обыгрывали. Причем дважды разгромно. Так что я надеюсь, что в этот раз нам повезет. Снова. Причем в прошлый раз нам не везло. А именно по игре мы их выигрывали. Играем сегодня вторым составом. Престон Эвертон. Поехали. Момент надо реализовывать. Все-таки в контратаку прям в такую побежали. И Мельников наказал на Скворцова. Ай-яй-яй. Это пенальти. Это пенальти. Салиба. Получает красную карточку. Вильям Салиба. Но это даже неплохо, что так получилось. Да, правой ногой зацепился. Так, к мячу будет подходить. Давайте Мельников. Потому что он равен так же, как и Мишин. Но нам надо сейчас бомбардирские качества Мельникова раскрывать прям. Так, вот он низкий. На самом деле его можно и перебросить, мне кажется. Ой-ой-ой. Что такое-то сейчас? Что это было? Почему мне сейчас не дали пробить? Долго выбирал. Что такого-то? Это мое право долго стоять. И отлично. Хотя бы с игры мы забили. Не дал нам судья забить. Да, игра сама нам не дала за Максима забить с пенальти. Но вот так вот Вяткин отлично забивает. Огромный провал сейчас в обороне должен быть у Эвертона. Если они там не заменили никого. Он отлично на Мишина отдает. А Мишина на Скворцово. Это действительно прям огромный провал в обороне у Эвертона. Теперь из-за удаления центрального защитника. И все. Мы ведем 2-0. Забивает еще и Скворцов. Отлично просто. И все, друзья. Уверенная победа. Пресса над Эвертоном с счетом 2-0. В меньшинстве играл Эвертон. Не дала нам игра забить с пенальти за Максима. Из-за того, что долго мы прям стояли, выбирали куда бить. Но все равно. Отличный матч. Скворцов лучший игрок матча. 9-4 у него оценка. Челси выиграли 3-1. Сити 1-0. Ливерпуль 4-0. Тоттенхэм тоже 4-0. Но мы 2-0 тоже пойдем. Сити вот тоже минимальный, кстати, Кристалл Пелл собрал. Хотя Кристалл Пелл сейчас на последней строчке идет. Давайте, правда, отвечаем. Так, победная серия. Заслуга игроков. Все такое. Пресса он всегда выигрывает. Нужно сосредоточиться на следующем матче. Не помню даже с кем. Наверное, с Челси там должен быть. Нет, со Станвиллой. Ладно. Так, Новиков. Так, мы Новикова выставили вообще в аренду там или нет? Да, он в списке аренды. Отлично. Вот. Поехали на тренировку. Ну, неплохо, неплохо. Потихонечку все качаются. Потихонечку. Так, что он здесь по-моему бомбардировал? Вот если бы Мельников забил, конечно, здесь еще и Манеха. Трик, походу, оформил или что-то в этом роде. Ну вот. Мельникову просто не дала игра забить. Ладно. Итак, давайте проведем пресс-конференцию, посвященную матчу, прям такому прям как будто важному. Но у нас сегодня первый состав будет играть. Так, Буренков. Буренков, Буренков, он у нас в первом, так что он будет играть. Значит, ротация очень важна. Девять матчей мы выигрываем. Мы в прекрасной форме. Ну и все вроде. Все очень довольны, остались после этой конференции. Вот, надеюсь, что и игра у нас сложится так же. Итак, выездная игра против Астонвиллы. По бомбардировам вы с вами все видите. Мельников 11 забитых мячей. Сегодня он не играет против Астонвиллы, будет против Вестхэма, получается, играть. Выездная игра. Снег уже на стадионе. Поехали. Итак, первый наш зимний, так сказать, прям уже матч. 15 декабря. Матч против Астонвилла Новый. Здесь снег на стадионе. Интересно, конечно, все это выглядит. Ну что же. Пока что, хорошая у нас форма идет. Не проигрываем. Надеюсь, сегодняшний на сухо получится отыграть. Все-таки у нас долг не на воротах. 8-6 рейтинг. Тоже не у каждого. Вальверда, кстати, из Мадридского Реала серьезно перешел в Астонвиллу. Странно как-то это все, конечно. Ну да ладно. Миранчук. Замечательно. Разыграл. И Козлов забивает. Это 1-0. 32-я минута. Миранчук оформляет голевую передачу. Очень хорошо прям сейчас получилось. Стеночку прям снова так отыгрались. И Головин 2-0. 43-я минута. Очень хорошо прям сейчас отыгрались. Моих два лучших бомбардиров в Лиге Чемпионов. И Головин и Козлов забили. Головин забивает второй гол в премьер-лиге. И не забивает Сар, но 2-0. Уверенная победа над Астонвиллой. В первом тайме так все и закончился. Хотя моменты мы очень хорошо создавали. Владели очень много мячом. Сейчас глянем сколько. Мне просто это интересно. 59. Ну не так много, кстати. Но все равно 60% примерно. Но мы повладели. Что по матчам? 5-1. Сити выносит Арсенал. Челси 4-1 выиграл Бормут. Ливерпуль потерял очки. Тоттенхем набирает их как раз. Так что вот такие вот дела. Ливерпуль с Арсеналом прям от нас отпадают. Это вроде 5-6 строчка. Буренков действительно все компляют заслуженным. Сухой матч. Так вот ответим. Ну почему? Остановила не такой уж и разный для нас соперник. Мы очень хорошо прям отыграли. Пока что что там по бомбардирам. Ой, Мельников вообще отлетел. Там и Пулеш, и Честерлинг уже поназабивали. Поэтому Мельников из-за того, что игру пропустил. Так. Риск потерять игроков. Давайте, кстати, поговорим. Может уже можно. По финансам. Здесь что у нас получается? С Кривохарченко только, да? Кривохарченко просит запрос. Да, до сих пор. Так, у нас... Что я хотел еще посмотреть? Там изменения в расписании было. Поэтому, мне кажется, нам уже стало известно, кто в Лиге чемпионов на нас попадется. Давай глянем. Монако. Отлично, как я и просил. То есть, не надо было мне два клуба. Это Бавария и Баруси. Мне отлично. Монако. Хороший клуб. Челси. Ювентус. Пассажи Атлетика. Вот им здесь прям вообще не повезло. Но пара классная. Леон Интер. Монако Престон. Слабая, конечно, пара. Но нам это легче. Мы можем пройти, естественно, в четверть финал. Бавария Сиди. Мощный будет матч. Шальки. Барселона. Интересно. Баруси Ареал. Классный тоже. Конечно, глянем сейчас одну шестнадцатую Лиги Европы. Порто-Франкфурт. Лиль-Вольсбург. Фиорентино-Ливерпуль. АЕК-Валенсия. Загри-Певертон. АЗ-Наполи. Лимпиакос. Рома. Генг. Марсель. Зальцбург. Бетис. Брюгги. Милан. Брага-Латву. Валериал. Лейпциг. Андерлайф. ПСВ. Рен. Сивили. Паук. Бенфика. Спортинг. И Арсенал. То есть, так, я вообще забыл, с кем мы спорта заиграем. Вот они на Франкфурт. Прям мощная группа. Противостояние такое будет уже на 1-16. Но у нас сейчас остается, я так понимаю, половину пути прям прошли. Вот у нас остается 4 матча. Еще. Ну что же. Домашняя игра у нас против Вестхэма. Вторым составом мы играем. Поэтому этот шанс снова для Мельникова забить. Будем пытаться на него, естественно, момент создавать. Ну, действительно, здесь, мне кажется, Мельников очень хорошо прям свою роль исполняет. Именно такого цапника. Даже не цапник, а в схеме, наверное, 4-3-3. С ложной девяткой он бы даже вот вместо нападающего ЦФДшника прям бы хорошо бы исполнял. Пасмурно на стадионе. Поехали. Итак, снова наш домашний стадион. На нем мы недавно обыграли ПСЖ. Поэтому это тоже для нас такое прям хорошее достижение. Причем разгром на 6-0 для нашего стадиона. Это, естественно, в память уйдет. Потому что в шестом туре и Лиги Европы, и Лиги Чемпионов мы разносим просто на домашнем стадионе. И Боруссию разнесли здесь, Мелькингладбах. И ПСЖ. И очень нам легкий соперник попался. Причем тоже из Франции, Монако. Поэтому, надеюсь, получится нам их обыграть. Престон Вестхэм у нас пока что. АПЛ. Поехали. Бежать. Бежать надо Сворцов. Все. Сворцов отлично. И забивает между ног. Как сейчас замечательно. А пролетел здесь. Я думал, сейчас пенальти будут из-за этого подката. Нет. Сворцов держался с мячом. И это супер. Еще и между ног зарядил голкиперу. Минимальная победа. Престон над Вестхэмом. Снова. Причем сухую мы обыгрываем. Это вообще отлично. Глянем сейчас, кто лучший игрок. Кто как там отыграл. 8,3 Сворцов. Челси выигрывает с счетом 4-0. Тоттенхэм 2-1. Эвертон проигрывает Сити 3-0. Ливерпуль все равно все-таки обыграл. Ну, Касл 3-1. Ну, и Юнайта тоже 3-1 обыграл. Поздравляем. Победная серия у меня. Так, заслуга игроков опять. Так, снова сосредоточимся в следующем матче. У нас все бьются до конца. Все. На этом пока что все. Долбни, если я не буду чаще играть. Ты кого? Ты у нас основной голкипер. Так, Лагунов. Почти до 50-го рейтинга прокачался. Так, обновленный ежемесячный отчет. Давайте глянем. Так, отказ. 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 Вот, Попов. Нормальный рейтинг хотя бы. Ну и все, что ли? Один игрок. Действительно, один игрок за весь месяц. Нам одного только нашли. Новикова хотят взять в аренду в Квинск Парк Рейнджерс. Мы сейчас начнем переговоры. Чтобы он на пол сезона ушел. Чтобы он в начале четвертого, если он у нас вообще будет этот сезон, вернулся. Вот, поэтому давайте пообщаемся с вами. Так, да на самом деле, что, давайте соглашаться. Лишь бы игрок сам согласился. Потому что, ну, Квинск Парк Рейнджерс, неплохая команда из чемпионшипа. Вместо ставящего еще тобой, Догнин. Ты что? Так, я бы хотел сейчас по новостям посмотреть, кто там игрок года. Мне вот это вот интересно. Мы пропустили это, да? Так понимаю. Кандидаты на включение в команду года 21 сезона. Вот они здесь. Кулибали, Лингле, Маркиниас, Зюли. Что-то мы Маркиниас это не видели в матче против Престона. Прям очень хорошо. Догнин недоволен, говорят. Это Монако, Монако, Новиков счастлив. Скоро про Лигу Европу. Но почему-то показывают здесь. Про Лигу Европу говорят и это в клуб нам добавляют. Хотя мы не участвуем в Лиге Европы, но да ладно. Вот. Так, у нас игра с Челси сейчас. Тоже вообще на самом-то деле интересная. Очень важная, мне кажется, после матча с Пассажей. Это вторая по значимости игра выпуска. А может даже и первая. Ротация важна. Ромайкер, да, будет играть, естественно. Так, один с матчей мы не проигрываем. Серия продолжится. Так уж точно, я надеюсь. Победа есть победа, будем тоже так говорить. Вот, вы знаете, при чем игра. Но я надеюсь, в этот раз нам получится прям обыграть Челси. Потому что в прошлом году, во втором сезоне, мы им два матча проиграли. В чемпионате. Поэтому глянем, как сегодня мы отыграем. Но это сегодня еще и борьба за вторую строчку будет. Облач на стадионе. Поехали. Итак, мы на Стэнфорд-Бридж. Замечательный стадион в Лондоне. И сегодня мы встречаемся против команды со второй строчки. Матч очень интересный. Наверное, матч тура даже. Вторая строчка против третий. Обыграем, если мы сейчас Челси, то лидируем над ними в два очка. Мы должны, потому что сейчас у нас отставание в одно. Будет очень тяжело, но мы их обыграли. В последних, я так понимаю, двух-то матчах мы и в кубке их обыграли. Англии в прошлом сезоне. И обыграли также в финале Лиги Европы. Поэтому я надеюсь, у нас все получится. Челси, Престон, АПЛ поехали. Марата, Ауар, Ковачич. Зобни и Козлов. Ну это пенальти, это 100% пенальти. Удаляй вообще уже. Удаление так и надо. Ругание еще получает. Отлично. То матч с Эвертоном был теперь еще и с Челси. Отлично. Очень часто фалят на наших игроках. Так, к мячу сейчас будет подходить лучший пенальтист. А Сусор меняют. Вместо него Кристенсен что ли вышел. Так, кто у нас лучший пенальтист? Главное сейчас быстро забить Делофео. Заложим. Постараемся в ближний, нижний. В левый, точнее. Отлично мы развели. Делофео забивает с пенальти. Супер. И снова мы... Ну теперь-то у нас получилось как раз забить-то с пенальти. Потому что в матче с Эвертоном нет. Потому что мы долго выбирали куда бить. Ну а здесь Делофео отлично развел. Два испанца сейчас противостояли друг другу. Один в воротах. Другой с точки бил. Отлично. И мы уходим вперед. Делофео забивает. Пятый гол в примере Лиги. За Престон. Отлично. И выходим мы быстро вперед. Благодаря голу с пенальти. Сейчас мы на второй строчке, друзья. Так, ну вот и Пуличич. Контратака пошла. И это теперь пенальти на пенальти. Я так понимаю, Шмельков. Это Шмельков же правильно я понимаю. Сбил Пуличичися, да, Шмельков. Пенальти на пенальти. Посмотрим, как Довни теперь сыграет. И выше пробивает Марата. Просто нам повезло. Нам еще и без удаления, без всякой желтой даже карточки. Вообще все шикарно. Перенервничал Марата. Зоб, нет, неплохо. А вот и Сар. Один-одинешенек стоял. И забивает Сар парашютиком сейчас. Отлично. Это 2-0. И мы выигрываем Челси на выезде. Это просто супер. Где наш-то тренер? Я бегу к тренеру. Хотя почему-то к игрокам, к нашим он приближал. Ну да ладно. Ну очень классно здесь прям получилось. Я увидел за Козлова Сара одного. И вот здесь вот по отличным парашютикам получилось перебросить. Сар разбивает второй мяч в премьер-лиге за Прессон. Так что сегодня два бывших игрока Водфорда. Делефо и Сар забивают ворота Челси. Нам помогают, так сказать, выйти на чистую вторую строчку сейчас. Уверенная победа Прессона на Челси. Снова в меньшинстве у нас получается обыгрывать команду в сегодняшнем выпуске. И снова 2-0. Эвертон мы тоже 2-0 обыграли. Ну отлично. Очень хорошая у нас игра. Козлов лучший игрок матча. 8-8 Челси. Ни одного удара действительно не нанесли даже в створ. Арсенал выигрывает. Сити выигрывает. Что еще здесь? Ливерпуль выигрывает. Ну а Тоттенхэм еще не сыграл. Вот такие вот пока что дела. Армайкер в прекрасной форме. Действительно. Ну что про него сейчас сказать? У него не было на фланге нападающего. Парни молодцы. Что раз мы обыграли команду со второй строчки. Теперь мы на второй строчке. Внимание. Пожалуйста. Прессон на второй строчке. Все супер. На 1 очко. А, ну это мы на Тоттенхэм обгоняем на 1 очко. Челси теперь на 2. Ну и Челси теперь отстают. Вот они быстро слетели. Тоттенхэм значит победил свою игру. Египет нам предлагает стать тренером из сборной. Я думаю отклоняем. Какой там есть 2 минимума игрока. Элны и Салах. Мне не нравится. Новиков сдан в аренду. Он уйдет у нас получается уже в следующем выпуске. В Куинси парк Рейнверс на пол сезона. Но сейчас у нас выездная игра против Брэнфорда. Играть мы будем естественно сегодня против них вторым составом. Немножко тоже интересно. Может кто-то уже поменял рейтинги. Вот. Мы на второй строчке. Мельников уже на 7 строчке. Отлетел Кейн. 7 мячей. Уже нас забивал. Очень тяжело будет Мельникову. Жезус здесь нас забил. Пулишич. Сусу мы видим. Но ладно. Итак. Выездная игра против Брэнфорда. Курт Лэйн. Нелицензионный стадион. Но ничего. Поехали. Итак, друзья. Мы играем в выездную игру. Предпоследний матч на сегодняшний выпуск у нас против Брэнфорда. Вторым составом. Теперь мы на второй строчке. Лидируем мы. Над Тоттенхэмом. Над Челси. Над Ливерпулем. Только вот Манн Сити. Да именно в Манн Сити мы бы тоже лидировались. Вначале бы не теряли очки. Там как раз этим же с Тоттенхэмом. С Ливерпулем. В ничью когда играли. Поэтому вот нас теперь обгоняет Сити. Хотя мы их обыграли. Вроде как. Не помню. Дома получается. Да. Вроде как дома мы их обыграли. И все-таки мы пропускаем. За выпуск. Это первый гол. Который мы пропустили. Именно от Брэнфорда. Я как прям знал. Что мы пропустим. Вот такой слабой команды. Еще и пропускает. Брэнфорд там наверное сейчас вообще в зоне вылета. Пропускаем именно мы. В этом выпуске только от них. И. Скворцов. Отлично. 40 минута. 1-1. Есть еще второй тайм. Да и конец первого. Чтобы забить. Выйти вперед. А то пропустили. Блин. От Брэнфорда. Это все на совести у Кривохарчина. Потому что наш это первый гол за сегодняшний выпуск. Мы пропустили. Вяткин. Вяткин 2-1. Отлично. Я уже думал сейчас проиграем еще Брэнфорду. Моя голевая вроде как на Вяткина сейчас пошла. Отлично. 66 минута. 2-1. Супер. Вяткин забивает пятый гол в премьер-лиге. И все. Минимальная победа. Пресса над Брэнфордом. Волевая прям победа. Проигрывали. Но получилось все-таки там сравнять. Теперь уже и выиграть этот матч. Отлично. Лучшим игроком у нас Вяткин. 8-8 у него оценка. Замечательно. Челси выиграли 3-0. Ливерпуль 2-0. Сити 3-1. Тоттенхэм тоже 3-1 выиграли. Юнайтед проиграли Эвертону, кстати. Вот такие вот расстроенные теперь болельщики у Манчестера Юнайтеда. Так. Продлило. Но это слава богу. Потому что могли и проиграть. Нифига мы не лучше играли. Так. Заслуга игроков. Все. Отлично. Спокойно. Главное сейчас. Проводим мы тренировку. Так. Давайте-ка я отмену нажму. Потому что у нас же есть там некоторых игроков. Каких-то я новых взял в команду. Тренировки, так сказать. Вот. Поэтому мы сейчас по позициям тоже будем снова пробивать. Потому что взяли еще раз. Напоминаю новых же игроков. Поэтому может быть там кто-то и получше будет. Да. И поважнее прокачивать их. Здесь у нас на примере силу Глунов. Но его так и продолжаем качать. Посмотрим. В центральных защитниках. Нет. Здесь никого. Новикова мы и так уже в аренду отдали. Так что здесь мы продолжаем качать Полину. Ну все. А в вратарях вроде у нас никаких игроков и нет. Да. Криво-Харченко продолжаем мы качать. Так что ничего особого мы не делали. Глунов 50 рейтинг получает. Вот такие вот дела. Ну что же. Последняя сейчас у нас. Если я все правильно понимаю. Игра на выпуск. Да. Против Брайтона. Мы играем первым составом. Вот. Поэтому надеюсь сейчас нам проблем особых это не должно принести. И играем снова на выезде. Так что верю что у игроков все получится у моих. Пас мы на стадионе. Поехали. Итак. Выездная игра против Брайтона. Еле-еле у нас получилось обрабатывать Брэнфорд. Причем первый и единственный мяч за выпуск мы пропустили от них. Это вообще обидно. Но это чисто на совести еще раз напоминаю Кривохарченко. Раз пропустил. Но сейчас у нас абсолютно другая игра. Этим составом мы обыграли Челси. ПСЖ. Так что в следующем выпуске против двух самых серьезных соперников мы отыграли. Так что теперь надо показывать просто свой уже уровень этой командой. Эта команда мне кажется если бы не играла бы в ничью много в начале сезона против Тоттенхэм. Он против Ливерпуля. Четыре очка мы потеряли за эти два матча. Вот. Да и против других тоже играли в ничью. То мы бы сейчас были бы на первой строчке. Подача. Нет. Ну что это стало-то? Почему именно в конце мы начали выпуска пропускать? Опять. Этим составом я не пропустил ни от ПСЖ, ни от Челси. Но какие-то Брайден и Брэнфорды мне забивают. Это вообще нелогично. И Миранчук. Отлично. Тридцать шестая минута. Примерно так же в прошлом матче забил Скворцов. Сравнял. Фух. Хотя бы сравнивать нам удается. Ладно что пропускаем. Главное нам побеждать. Так что что-то прям вот это вот. Может быть действительно какой-то уже этот скрипт на ФИФе. Именно сама игра уже так делает. Потому что против ПСЖ и против Челси мы не пропустили даже. А тут мы пропускаем от Брэнфорда и от Брайтона. Которые вообще-то наверное за выживание борются. Отлично. Прямо перед самым перерывом волевая снова победа у нас. 2-1. Успели сравнять и выйти вперед до перерыва. Молодцы ребята. Козлов на Миранчука. Миранчук над пенальти. Отлично. Третье пенальти за выпуск. Что в удалении? Нет. Ну тут вряд ли. Здесь очень хорошо прям все отыграли. А Делло Фео будет сейчас подходить к мячу. Так. Я даже не знаю что. Я бы Паненкой пробил. Уже ведем типа. Отлично. Это прям идеальная Паненко была. С таймфинишингом. Все в зелененькое попало. И Делло Фео забивает. Не помню какой уж гол. Но получается 2-2 пенальти за выпуск. Он точно уже забил. Он забил вроде ворота пассажир тоже. И голове не точно. И все. Уверенная победа Престона над Брайтоном. Хоть мы и снова пропустили вторую игру подряд первыми. Но победа есть победа. Вторую строчку мы точно за собой оставляем. По крайней мере на этот выпуск. Зобнин лучший игрок матча. 9-6. У него оценка. Так. Сити еще не сыграл. Челси выиграли. Ливерпуль выиграли. Арсенал разгромил 5-0. Ну что еще. Тоттенхэн 2-0 выиграли. На таких вот прям соперников. Которые рядом с нами. Там борются и за Еврокубки некоторые. Мы вот отсмотрели. Поздравляем. Все еще продлило. Так. Можно дойти до конца. Мы снова выиграли. Заслуга игроков действительно. Нет. Вот так вот лучше ответим. Потому что мы идеальная команда. Мы все матчи сегодня выиграли с вами за выпуск. Вот. Ну идем все-таки до первого числа. Да. С него прям и начнем мы. Ну и трансферное окно естественно открывается. Так что ребят. Напоминаю еще раз. Как в начале выпуска. Пишите в комментариях какую позицию. Именно укрепить. Именно какую позицию игроков. Не надо писать. Вот. Ежемесячный отчет. Давайте глянем. У нас здесь два игрока. Есть Папу 88. И есть Лугунов. Но я бы на счет Попова бы убрал. У него уже не 90+. Поэтому остальные нам особо и не сильные не нужны. Так. Я в хорошей форме. Мельников говорит. Но вряд ли он сыграет. Будет у меня второй состав играть. Ань. Ну вот как раз Мельников тогда. Он уже во втором составе. Глянем. Сейчас Мельников 83. Ну и Миранчил кстати тоже 83 прокачался. Я 82. Козлов здесь ничего еще. Мишина не догоняет. Петраков сравнялся с Буренковым. Поэтому будем смотреть тоже на это. Гвяткин 82 прокачался. Скорее всего тоже. Вот. Сироткина 79. Ну вряд ли она. Ну если 80 получит. Тогда я с шмельком поменяю. Все пока что. Остальные все нормально. Так. Сколько там интересно не осталось в Вове. Шесть недель ему осталось на самом-то деле. Вот. Поэтому я даже не знаю. Я бы Полину все так же бы ну выставил бы в аренду. Вот. Рис конечно будет. Ну не знаю. Кого-нибудь бы я бы ставил бы чтобы они играли. Меломеда может быть бы в опорку прям бы поставил. Почему бы нет раз по нему предложение не приходит. Вот. Сейчас попробую с Меломедом снять. А. Его теперь уже даже удалить нельзя из аренды. Ну ладно. Буренкова там вроде тоже до сих пор. Да. Он вообще быстро на трансер. Убрать его не могу. Так. Что с Кривохарченко. Зачем смотреть то. Вот. Монак кстати предлагали. За него. Ну и что же с Кривохарченко то делать вообще. Ладно. На этом мы заканчиваем. Быстренько подводим итоги выпуска. И. Сегодня. Выпуск подходит наш. К концу. В примере лиги. Вот мы на второй строчке. Шесть очков отставания до Сити. Одну очку лидерства над третьей строчкой. В общем. Вот такие вот дела. Супер кубок Англии. Понятно. Тоттенхэм обыграли. В третьем туре мы как раз вот уже начинаем. Против Роттерхам. Играем на выезде. Полуфинал у нас будет. Вроде в январе. Да. Против Сити. Два матча. Кубка Карабао. Здесь мы обыграли. Это понятно. Здесь мы тоже Барсу обыграли. Понятно. Здесь Монако. Ну а там Лига Европы. Одна шестнадцатая. В общем. Все мы вроде как бы с вами и обсудили. Спасибо всем большое друзья за просмотр. Подписывайтесь на канал. Не забывайте нажимать на колокольчик. Чтобы не пропускать наши новые видеоролики и стримы. Которые нас выводят по субботам. С вами был Андрей. Канал Футбол. До новых встреч друзья. Всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok